Добрый день читателям журнала Clever Games и всем любителям второго Старкрафта, вас приветствует Alex007, это проект CleverPress и второй выпуск мини-рубрики Build Order Master, сделанный специально для вас после выполнения одного из мейлстоунов проекта Clever.Press. Сейчас мы будем говорить о матчапе ТВЗ, это второй выпуск нашей мини-рубрики, я думаю вы помните, что в первом мы говорили о риперах и гелионах, которые прямо сейчас находятся на вашей экране. Сегодня с одной стороны все будет то же самое, но с другой все-таки немножечко по-другому. Почему? Потому что вместо гелионов у нас сегодня будут хелбаты. Да, именно эти парни станут нашими главными героями и давайте разбираться, почему же они так хороши. Риперахелбаты очень здорово работают в самом начале игры в матчапе ТВЗ, причем против и тех зергов, которые играют через масс королев и зергингами без скорости. Обратите внимание, как быстро тают королевы, как здорово сзади наносят дэмэдж риперы. И даже если у зерга будет выходить хорошее дотекание, даже если вы что-то там не смикрите, все равно такой состав армии работает очень здорово и отбиться зергу будет необычайно сложно. Особенно если он к этой атаке был готов не лучшим образом. В принципе, риперы-хелбаты работают великолепно и против других зергов. Тех зергов, которые делают быстрый апгрейд на скорость с зергингом, который мы сделали только что. Получили хорошую группу зергингов и направили в их сторону тех же трех риперов и четырех гелионов, которые будут трансформироваться в хелбатов. Суть в том, что скорость с зергингом, конечно, помогает зергу окружать юнитов терна, но, во-первых, никто не заставляет нас сразу трансформироваться в хелбатов. А во-вторых, после того, как мы в хелбатов трансформируемся, зергам тут же придется потратить как можно больше времени на то, чтобы с ними справиться. И все это время, естественно, наши хелбаты и наши риперы не будут сидеть сложа руки, они будут продолжать драться, они будут продолжать наносить в зергу серьезный дэмэдж. Но если вы еще будете в это время подмикливать, то результат вообще может превзойти все ваши ожидания. Казалось бы, с такого рода выходами должны абсолютно без проблем справляться роучи. Но давайте проверим, так ли это. Вот, сделаем каких-нибудь там стартовых трех роучей, поможем этим роучем королевой и направим на всю эту кампанию все тех же наших трех риперов и четырех хелбатов. Как вы думаете, кто победит? Казалось бы, но роучи-то с королевой должны как-то справиться, особенно если использовать трансфьюзы. Но на самом деле, посмотрите, как быстро разлетаются роучи. Королева очень быстро лишается маны. И буквально с потерей двух хелбатов мы фактически без проблем разбираемся с этим составом армии. Вот так вот действительно хороши риперы и хелбаты в матчапе ТВЗ. И давайте же попробуем определиться с тем, как лучше всего выйти в эту связку войск в самом начале ТВЗ партии. Во-первых, я советую вам однозначно застраиваться. Обратите внимание, что мы поставили сопла и у стенки. Потом 12-й барак в стенке. 12-й газ, только после этого заказ следующего, 13-го рабочего. И, безусловно, впоследствии стенку нужно будет закрыть наглухо. Зачем? Прежде всего для того, чтобы нас не слишком смущали какие-то ранние зербинги, чтобы мы имели возможность отбиваться от улынов. Ну и так далее. В общем, безусловно, безопасность Терана в начале игры превыше всего. И безопасность достигается как раз с помощью постановки стенки. В принципе-то наш билд особо не будет никак меняться от того, что будет делать зерк. Даже если это какой-то бейнвинг-баст с одной базой, все равно нам имеет смысл сделать двух риперов. Благо у них как раз есть бонус и дэмэдж по легким юнитам. Все равно нам нужно будет ставить фэктори и все равно желательно будет делать гелионов. Поэтому базовый билдордер при фактически любых действиях зерга в начале игры остается одним и тем же. Единственное, чему мы можем проиграть, это какой-то очень быстрый выход в роуч. И такой, знаете, 5 роуч раш или еще что-то в этом духе. В этом случае, конечно, нам не обойтись без бункеров. И в этом случае нам не обойтись без разведки. Которую, впрочем, осуществит первый рипер. Абсолютно не обязательно ехать вперед рабочим на дуэльной карте. Разве что на какой-нибудь большой, но с другой стороны и на большой карте. Ведь зергу глупо будет идти в быстрых роучах. Поэтому при любых раскладах разведывать рабочим абсолютно не обязательно. Итак, рипер летит вперед. В это время мы ставим второй командный центр на лоуграунде. Если что, конечно, если там какой-то страшный лын, мы его отменим. Потому что если зерг играет в страшный лын, то терну для победы абсолютно не обязательно иметь командный центр на лоуграунде. И даже его отмена не приведет к каким-то фатальным последствиям. Обратите внимание, что после командного центра мы поставили фэктори. Затем, сделав второго рипера, будем заказывать реактор. И, конечно же, в это время первым рипером мы должны смотреть, чем же занимается наш соперник. В данном случае никакого соперника нет. Но, как правило, вы прилетите, увидите хэтчери. И дальше вам обязательно нужно посмотреть на газы. Если газ есть, то это опасность, во-первых, того, что просто будет скорость зерглингом. И вам, соответственно, нужно будет убираться рипером подальше. Стандартный тайминг для скорости зерглингом при билдордере через хэтчери — это что-то в районе 5.55-5.55. Поэтому именно этот тайминг вам стоит рассматривать как опасный для рипера в случае, если у соперника есть газ. Ну и, кроме того, понятно, газ открывает и другие возможности зергам, тех же роучей, тех же беймингов. Но это уже совсем другая история, потому что в это время дома мы уже перелетаем факторкой на реактор, заказываем двух гелионов. Обратите внимание, что я показываю вариант исполнения билдордера с третьим командным центром, который ставится еще до заказа первых гелионов. И который как бы расслабляет зерг, говорит ему, ну все, дружище, тебе нечего бояться. Терна идет в макро, так что может спокойно заниматься своими делами. Естественно, никто не мешает вам выбрать немного другой вариант билдордера, допустим, с быстрым вторым и третьим бараком. После заказа третьего-четвертого гелиона и третьего рипера мы ставим армори, здание, которое нам необходимо именно для того, чтобы гелионы могли трансформироваться в хеллбатов. Риперами и гелионами в это время можно просто сидеть дома, чтобы не утруждать себя лишним мультитаском, мало ли что. Самое главное — не забывайте постоянно заказывать новых гелионов. Как видите, все минералы сливаются под ноль. Вот у нас есть три рипера, четыре гелиона, они отправляются в атаку примерно на тайминге 6.35-6.40. Ну и в это время мы можем тут делать, стенку можем не делать, в принципе, это не так важно. Самое главное сейчас не забывать заказывать новых гелионов, которые и дома помогут отбиться, если что, и в атаке, безусловно, будут полезны. Обратите внимание, армори будет достроена примерно на тайминге 7.15, но это, конечно, тайминг идеальный. Если вы используете этот билдордер в реальной игре, то стоит ориентироваться и на более реальные тайминги а-ля 7.30-7.40. Ну вот у нас такой ранней получилась атака. Вот они, обещанные мной, три рипера и четыре хеллбата. И тут же обратите внимание, как быстро приезжают еще два гелиона, потом еще два гелиона. Ну а в это время вы дома можете готовиться к каким-то потенциальным контратакам, можете переходить в макро, как я это делаю сейчас, ставя дополнительные бараки. При этом в билдордере еще есть три командных центра сразу, поэтому бояться в плане макро абсолютно нечего. Даже если вы зерга уж очень жестко не напряжете, все равно ситуация для вас будет абсолютно нормальной, потому что апгрейды будут, потому что экономика будет, потому что есть контроль карты благодаря гелионам. И, собственно, вы можете абсолютно спокойно игру продолжать. Может быть не с большим преимуществом, но, по крайней мере, находясь в довольно хорошем положении. Давайте посмотрим, как этот билдордер работает в реальной жизни, в реальной игре. На ваших экранах сейчас моя игра из отборов ко второму сезону World Championship Series 2015 года. Игра, которой не было на трансляциях. Моим соперником здесь является и Лейзер, это польский зерк, который в итоге пройдет отборы и в итоге станет игроком в World Championship Series. Челленджер, поэтому это игрок, безусловно, очень высокого уровня. Игрок уровня намного выше моего. Собственно, по дороге к ВЦС и Лейзер обыграл там массу очень сильных игроков. В том числе и всех из СНГ, кто попадался ему на пути к успеху. Поэтому, в общем, можете быть уверены в том, что этот зерк действительно очень классный. И если мы показываем, что билдордер работает даже против такого игрока, то, безусловно, против зергов более слабых этот билд не работать не может. Здесь вы как раз видите вариант исполнения с третьим командным центром. Собственно, и Лейзер этот третий командный центр видел. Немножечко расслабился. Дабл эволюшн, обратите внимание, в продакшене 10 дронов строится. То есть, билд сработал именно так, как был задуман. Зерг, увидев третий ЦЦ, даже не подумал проверять углы мейна на предмет наличия армори. Расслабился. И теперь обратите внимание, что сейчас я покажу вам первый вариант реализации билдордера. Когда вы не стараетесь идти в лоб, а пытаетесь прежде всего отменить третью базу, для того, чтобы получить преимущество. Потому что, если вы идете в лоб против сильного игрока, то это довольно серьезный риск. Вы можете быть отбитыми, при этом у зерка есть третья база. И таким образом, зерг находится тоже в хорошем положении. Здесь же я попытался не гнаться за большим кушем, а попытаться как раз сорвать с куш поменьше, просто отменив или уничтожив, как в данном случае, третью базу. Параллельно я обязательно перекрывался дома, для того, чтобы никакие зерглинги не могли пробежать. И вот посмотрите, без проблем абсолютно была уничтожена третья. Параллельно по идеальному таймингу у нас была готова стенка. Готовится переход в макро. И все просто замечательно, именно по макро в данный момент. Потому что у нас три командных центра, у зерка две базы, третья даже не ставится. И более того, если зерг слишком поспешит с выходом на третью базу, если зерг не заморфит бейнлингов, которые являются одним из вариантов для довольно простого отбития от этого пуша, то мы сможем его наказать повторной отменой третьей базы. Вот, обратите внимание, еще раз мы заставляем его третью отменить. И даже можем немного повоевать тут риперами и гелионами. Обратите внимание на миникарту, третьей базы у зерка нигде нет. Поэтому билдордер полностью сработал против зерка очень высокого уровня. Впоследствии, правда, я эту игру все-таки отдал, потому что соперник просто намного сильнее. Но, тем не менее, сам факт, билдордер работает. Теперь посмотрите исполнение против другого зерка, нон-дестройера, который как раз выбил меня из последней квалификации МВЦС. Здесь другой вариант исполнения. Мы отдаем зергу его третью базу, пусть он сидит на своей третьей сколько хочет, но приходим в лоб. Обратите внимание, что и в случае с дестройером, и в случае с лейзером, тайминг прихода риперовых хиллбатов был равен 7.30 в реальной игре. То есть, все-таки, достичь идеального тайминга 7.15 довольно сложно. И посмотрите, какой хаос и беспредел происходит на локациях зерга. Ему, безусловно, невероятно сложно от этого отбиться. Он начинает терять рабочих одного за другим. И в это время у него, конечно, есть третья база, на которую сейчас переведутся рабочие. Но уже сейчас, вот посмотрите, какое преимущество. 40 на 32 уоркер. Саплай, безусловно, это очень большой плюс для терна. Уничтожены 9 рабочих. Дома 3 командных центра, 2 инженерки. Все готово к переходу в макро. И мы даже отбились от улыновой атаки зерга в этой игре. Она была на моем последнем FPS-стриме по ходцу перед началом Beta Legacy of the Void. И я думаю, что многие эту игру успели посмотреть и убедились, что билдордер получилось реализовать на все 100%. Билдордер как раз был навеян господином Бомбером и его многочисленными хиллбатами. Ну что ж, такой вот у нас есть интересный билдордер для ТВЗ. Я надеюсь, что вам понравилось. Как видите, можно очень серьезно давить зергов, которые занимают третью базу. Можно очень спокойно просто приходить в лоб, пытаться уничтожать максимум рабочих, наносить максимум дэмэджа. И при всем при этом вы даже спокойно отбиваетесь от большинства улынов. Так что советую использовать вам этот билдордер в матчапе ТВЗ. Ну и конечно же читать журнал Clower Games, смотреть наши обучающие материалы. И не пропускать наши трансляции. Это был Alex007. Услышимся!